Привет, друзья! Не так давно мне поступило предложение снять небольшое видео о типичном австралийском спальном районе. Ну, спальном районе Сидны, так можно сказать. Не совсем простое дело, потому что, ну как найти спальный район в деревне, когда деревня, она и есть деревня. Но в расширении вот этой темы я решил еще немного поснимать и индустриальную зону, что она из себя представляет. Вот сейчас я еду с работы и решил сделать такое вот небольшое видео. Посмотрите, сначала будет индустриальная зона, а потом я поснимаю частный сектор. Итак, в дорогу. Сегодня понедельник, и у многих понедельник бывает как день RDO или Flexi Day. Вот у нас в компании был именно такой день. Он значит то, что если вы, скажем, работаете на 20 минут дольше в течение каждого дня, у вас примерно набегает 8 часов за месяц. То есть один день в месяц вы можете брать как выходной на свои собственные нужды. Но этот день вы берете не когда вы захотите, а когда вот начальство компании предоставляет такую возможность. То есть получается как бы таких три выходных, суббота, воскресенье, понедельник, и вы можете запланировать либо какой-то отпуск, либо можете делать какие-то свои личные дела и тому подобное. Район, по которому мы едем, называется Weatherill Park. И это считается, наверное, крупнейшим производственным таким центром в Сиднее. Здесь сосредоточено очень много предприятий, очень много всяких фабрик, офисов. Но от фирмы, в которой я работаю, мы занимаемся строительством больших торговых центров, складских помещений. Будет возможность, я может быть даже и видео сделаю об этом небольшое. И что удобно, вот где мы находимся, там в этом месте расположено очень много компаний, с которыми мы работаем. То есть наши поставщики. Тут же мы на месте заказываем металл, тут же мы на месте получаем краску. И здесь же заказываем все необходимые материалы. Вот я сейчас сделаю небольшую паузу, чтобы не тратить ваше время, пока мы стоим на светофоре. Но потом, когда мы поедем дальше, я продолжу, так сказать, экскурсию. Что ж, похоже, мы поехали. Продолжаем рассказ. Значит, Weatherill Park. Есть еще подобные парки, как Silverwater, там тоже находится много производств. А на юге, на юго-востоке от Сиднея, там тоже крупная индустриальная зона. Небольшая проблема в том, что сюда не очень просто добраться. Автобусы, конечно, ходят. Есть и такие скоростные автобусы, которые идут по выделенным маршрутам. Вот сейчас вы можете видеть с левой стороны Bus Lane. То есть это специальный маршрут. По этой линии вообще никому нельзя ездить. Но все равно, если вы работаете где-то в этой зоне, у вас нет машины, то вам еще придется прогуляться пешочками минут 20, а может быть и полчаса до вашего рабочего места. Ну а мы сейчас уже будем поворачивать в сторону. По самому парку я долго кататься не буду, потому что, в принципе, все одно и то же. Такие же производственные помещения, парковки на их местах. А фирмы не очень большие. То есть если вы ищете предприятие наподобие как многотысячный какой-то завод российский, то в Австралии таких можно насчитать буквально по пальцам. В основном это фирмы, которые делают автомобили. Тот же Ford или Holden. Но большинство компаний в Австралии, они не очень такие большие. Ну что ж, друзья, вот мы подбираемся к обычному спальному району. И посмотрите, как он из себя выглядит. В принципе, деревня деревней. Одноэтажные, иногда двухэтажные дома. Около дома обычно стоит автомобиль или два. Иногда стоит яхта или катер какой-то. Вот посмотрите по сторонам. Сделаю специально для вас небольшой крючок. Как вы заметили, в Австралии вот в таких районах очень много рандобаутов. То есть светофора здесь практически нет. Ну, в принципе, рандобауты это удобно. Немного я могу камеру повернуть, чтобы получше рассмотрели дома, вдоль которых мы едем. Очень много на дороге таких вот штук специальных сделали, чтобы народ не гонял. Что не очень хорошо для машины. Каждый раз объезжать резины не напасешься. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует... Вот, возвращаясь домой, решил еще поснимать немножко нашу улицу, на которой мы живем. Деревья буквально на прошлой неделе зацвели и выглядит очень все красиво. Продолжение следует... Ну что ж, вот мы и приехали домой. Надеюсь, такая вот экскурсия небольшая вам понравилась. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Если у вас еще какие-то пожелания или предложения, пожалуйста, пишите, и мы сделаем еще видео в ближайшем будущем. Ну а сейчас, позвольте пожелать вам всего самого хорошего, наилучшего, удачи и до скорых встреч. Пока!